Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Неизвестный автор Вишну и его аватары. Индия, 11 век, песчаник, 110-55 на 24. Вишну один из трех главных богов индуистского пантеона, наряду с Брахмой и Шивой, хранитель мироздания. Его стройная фигура с широкими плечами, узкой талией и тонкими конечностями является центральной в произведении, созданным талантливыми скульпторами, работавшими во время правления династии Чанделла. Несмотря на то, что для индийского искусства не характерна передача анатомического устройства, фигуре никогда не демонстрируется скелетный каркас или мышечная ткань. Тело Вишну наполнено естественной витальной силой. Яко выраженная вертикаль, вытянутая в струну, осанки Бога способствуют отождествлению его с осью вселенной и ведет взгляд молящегося вверх. На главе Вишну, корона воина, его торс обвязан священным шнуром. В трех руках он держит свои обычные атрибуты булаву, диск и раковину. Четвертая рука, в которой чаще всего находится лотос, в данном случае изображена в приветственном жесте Варада Мудра. Со всех сторон Бог окружен своими аватарами или воплощениями, включая Вараху с головой в векре и человека-льва Нарасимху. Иконографически сложные и технически изощренные ваяния, подобные этому, обычно покрывали всю внешнюю поверхность стен индуистского храма. Вот так вкратце о работе Вишну и его аватары Индия XI век, песчаник, неизвестный автор, данные из интернета и книги великие музеи мира. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.